В зале 27 депутатов, полный состав городского парламента, несмотря на то, что заседание внеочередное. Вопрос чрезвычайной важности – восстановление работы полигона твердых бытовых отходов в хуторе Красный. Его эксплуатацию прекратил Анапский городской суд по обращению ОАО «Аэропорт Анапа». Аргумент у инициатора ИСК-1 – полигон расположен в опасной близости к аэропорту. Свалка привлекает птиц, которые создают опасность для полетов. При этом забывают, что полигон в Анапе появился несколькими годами раньше аэропорта. Надо в том еще письме написать, что до сегодняшнего дня никакие птицы там не залетали, никому они не мешали этому аэропорту за эти 48 лет. Парламентарии называют ситуацию с закрытием полигона не иначе, как критической. Сегодня мусор вывозят в Абинский район за 170 километров от Анапы. Увеличение транспортных расходов неизбежно приведет к увеличению тарифа на вывоз мусора. Повышение городские власти сдерживали в течение трех лет. Договаривались с инвестором, который сделал из свалки современный полигон. Свалка горела в свое время, и птицы летели, и дым в сторону аэропорта в случае разворота розы ветров шел, и все было нормально. На инвестиционном форуме был подобран инвестор, который пошел навстречу, который вложил порядка 200 миллионов рублей в нашу с вами свалку. По словам главы Анапы, решение суда, справедливое или нет, разрушило систему, при которой за вывоз мусора исправно платили все частники. Не нужно было ходить по дворам. В генеральном плане новый полигон не предусмотрен, так как на краевом уровне ведет переход к системе межмуниципальных площадок. По плану Анапа должна отвозить мусор на полигон в Варениковской, строительство которого пока не начато. На сегодняшний день благоприятный выход для муниципалитета это отсрочка вступления в силу решения суда на период до того момента, когда будет построен межмуниципальный полигон в Варениковской. Парламентарии единогласно проголосовали за принятие обращения. Встать на защиту курорта готов и общероссийский народный фронт.